Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Всем доброго дня, здравствуйте, действительно, радиостанция Радио Болтком И у нас, как обычно, по пятницам мы говорим о климате, поскольку планета у нас уходит в плюс Меня зовут Гоша Теплов За режиссерским пультом Евгений Копейн У нас на связи Константин Рангс, морской геолог и журналист, пишущий о науке Константин, здравствуйте Добрый день Что интересного вы нам расскажете? Я вот тут полистал интернет, смотрю, что ученые предсказывают, что к 70-му году Совсем плохо будет, половина животных, 50% фауны попытается исчезнуть ввиду вот этого глобального потепления Что на данный момент происходит, какие прогнозы, хотелось бы как раз-таки узнать, спросить Тут можно сказать, что одни исчезнут, а другие размножатся Вот, например, хотелось обратить внимание на три таких факта Ведь когда говорят о глобальном потеплении, то обычно описывают это все как-то очень катастрофически Там циклоны, потопы, засухи, это все понятно Это все будет, но кроме этого, скорее всего, все начнется именно так тихонько, но не менее опасно Речь идет о том, что появляются инвазивные, чужеродные виды там, где их последние тысячи лет не было Вот, в частности, одна из самых последних, вот три точки Московская область, Латвия, а применительно, можно сказать, вся уже, и юг Испании Вот, например, на юге Испании что происходит? В минувшие сутки первая смерть от так называемой лихорадки западного Нила Лихорадка западного Нила, если так упрощенно, это разновидность энцефалита Вот у нас есть клещевой энцефалит, его разносят клещи А вот эту лихорадку разносят комары От этого, как говорится, человеку легче не становится На данный момент в южной части Испании уже более 30 человек лежат в больницах с этим заболеванием Вот, за минувшие сутки уже есть первые умершие от этого заболевания И сейчас организуются очень активные работы по борьбе с этими комарами То есть будут опрыскиваться всевозможные лужи Особенно они размножаются в долине реки Гвадалквивир Это знаменитая река, воспетая поэтами Она довольно мелкая, засуха И сейчас как раз вот в этих мелких мышовых зарослях прибрежных для комаров самое то И поэтому там сейчас будут все это опрыскивать Чтобы комаров стало мало Там-то комар-то не генерирует опасный вирус Но дело все в том, что он его разносит И вот сейчас задача такая, чтобы с одной стороны как бы и птичек не отравить Потому что как бы мы же за экологию А с другой стороны нужно каким-то образом угробить этого опасного комара Опять же, посмотрим в другую сторону Подмосковье Вот в Подмосковье предупреждают специалисты Что там появляются на стволах деревьев ядовитые паразиты Они напоминают маленькое драже Серенькое, розовенькое Кажется, что это такой какой-то мелкий гриб Хотя на самом деле это не гриб Это так называемая ликогала древесинная Которая относится к разряду так называемых слезевиков Слезевики – это вообще интересные существа Это, в общем-то, жизнь в своей форме Предшествующая тем же самым грибам Грибы по сравнению со слезевиками Это ой-ой-ой, какой шаг эволюции Но тем не менее они могут перемещаться А самое главное – они чертовски ядовиты И ядовиты они чем? Они ядовиты своими спорами Которые могут оказаться внутри человеческого организма И там реально начать размножаться Вот сейчас, за минувшие сутки В Московской области практически все местные каналы Сообщили, что ни в коем случае нельзя касаться Этой самой ликогалы Вот этих маленьких, если вы видите дерево На нем маленькие эти шарики разноцветные Не дай бог трогать их Чтобы ни в коем случае на ваш организм не попала эта опасная штука Какое отношение к изменению климата? В том-то и дело, что когда мощная морозная зима То они все-таки не то, чтобы совсем вымирают Но скорость их размножения и передвижения Вот что самое интересное Эти слезевики могут передвигаться Знаете, как бы перетекать с одной точки в другую Так вот, она резко уменьшает Они пропускают неблагоприятные годы И их с виду не видно А сейчас, когда круглый год температура фактически выше нуля Им стало очень и очень хорошо Кстати, самый такой ареал в Европе Где они очень себя хорошо чувствуют Это как разстрелили земноморье Где погода вечно у нас, в общем-то, положительного уровня Ну и, наконец, наша в Латвии Здесь у нас на беда пришла из Испании Опять-таки, с берегов Средиземного моря Это гигантские испанские слизи По последним данным, эти испанские слизи Уже не только в огородах Павел Оста дошли Но они уже подошли к лесам под Йормалой Это официальное сообщение И, мало того, сейчас разрабатываются документы Чтобы признать этого испанского слизня Опасным видом, наравне с борщевиком Слизни довольно крупные Цвет у них кирпичный такой, коричневый Длина где-то до 15 сантиметров Так что это очень крупный И чрезвычайно прожорливый слизи Ест он всё Он ест кусты, обгладывает Он ест овощи, корнеплоды Всё, что только попало И в том числе, кстати, в лесу Он ест грибы И, в принципе, он ест всё Он мухомор, похоже, съест Он съест белый гриб В общем, когда идут слизни Всё исчезает после них И вот что интересно Там слизень, он не ядовит Он не кусается Но он почему слизень? Он покрыт слизью Так вот в этой слизи, как обнаруживается Огромное количество всевозможных Болезнетворных микробов То есть, если взять слизня голыми руками То есть даже в этом случае шансы Получить, подхватить какую-нибудь инфекцию Или получить какого-то подозрительного паразита Поэтому считается, что слизня, конечно, нужно уничтожать Но брать его только в резиновых перчатках Или каких-то других И потом уже за эти перчатки не браться Вот в чём проблема Вот это вот сейчас, если вас интересуют детали Наберите в гугле Гигантский испанский слизень В Латвии вы увидите много интересных материалов Которые расскажут вам об этом самом Орионе Вульгарисе Который заполоняет потихонечку Латвию Кстати, он заполоняет с тем же успехом и Белоруссию, и Украину, и Россию Он движется на север Потому что, опять-таки, зимы нет Следующая зима вряд ли будет очень морозная Но, во всяком случае, так говорят специалисты Мы об этом уже говорили две недели назад Поэтому сейчас можно сказать, что Предсказание о том, что изменение климата Нам отольётся в виде проявления Совершенно для нас чуждых живых существ И вредоносных живых существ Оно сбывается Так что мы Рассказываете вы какие-то страсти Действительно, всё это похоже на кино ужасов Слизни инвазивные Вы их не любите Просто вы их неправильно готовите Константин Дело в том, что Каким образом будем бороться тогда с этими слизнями И что делать Ввиду странной ситуации Что мировое сообщество в этом плане решает Какие-то есть меры, наверняка Как будем бороться с этим Ну, во всяком случае Пока основные виды борьбы следующие И собирать их Вручную И ликвидировать после этого Либо ставить ловушки Вот, допустим, спирки с шимпивом Вкапываются вёдра На участках Да, они сползаются И потом опять ликвидируют Дело всё в том, что у них сезон размножения А каждый слизень Хоть он живёт всего один год Но он оставляет 500-600 яиц Так вот И самое интересное, что у них очень интересно Они вообще гермафородиты Так что у них там всё Размножается очень быстро Так вот Задача У них весь этот процесс Самый активный в августе Поэтому чем больше сейчас Их ликвидируют Значит, меньше их останется И будет в следующем году То есть вот мы сейчас ждём Со дня на день Когда соответствующие специалисты Здесь у нас в стране Официально как бы уже Дадут рекомендации Но и сейчас уже про них Специалисты По слизням По слизням Это вообще улитка Которая потеряла домик Можно сказать так То есть эти ближайшие родственники улиток Ну вообще Улитки просто не из домика У слизней Так что ваша шутка Насчёт того Правильно готовить Ну Виноградная улитка Что же в известной мере Слизень Только у которого домик есть Её тоже, кстати Надо готовить умеючи Не ешь, не сырую едят Но вот с этим слизням Конечно, очень большая проблема В Испании с ними борются Вот С переменным успехом Но видите У испанцев сейчас ещё другие Комары и вредоноски Извели Я это к чему? Я к тому, что вот эти Предсказания О которых ещё Несколько лет тому назад Смеялись Говорили А, понапридумывали там всего Никто к нам не придёт Сейчас уже пришёл Новый степной Луговой клещ Пришёл Который не просто ползает А бегает Появился вот этот слизень Вот Не дай бог Новые комары Появятся Которые будут переносить Ещё Ненужные А, кстати, ещё одна вещь Которая, кстати, дошла До берегов Финляндии и Швеции Это водоросли Сине-зелёные Которые стали там Размножаться Когда вода теплеет Субийственной скоростью Проблема вся в том Что, размножаясь Они выделяют В воду токсины Для кто-то И живёт Это купание В такой воде Достаточно легко Но есть очень много Людей У которых На вот это На эти токсины Сильнейшая Аллергическая реакция Вплоть до шока И поэтому Это может выглядеть Совершенно удивительно Человек Прошёл искупнуться Выходит из воды А через некоторое время Начинает задыхаться Это, например Наши северные соседи Они этому уделяют Очень большое внимание Как раз Распространению Сине-зелёных водорослей И говорят Об опасности Этих водорослей И о том Какое нужно Иметь внимание Появлению Этих самых водорослей Там даже сообщают Где они появились И сколько их И вот что интересно С каждым годом Всё становится Всё теплее Сейчас, например Финские туристы Просто поражаются Финские жители Что у них есть пляжи На которых вода 21-22 градуса Температура В тени 28 Куда ехать? Одна беда Солёность моря Очень маленькая У нас Что в Рижском заливе Что в их шхерах И по этой причине Эти водоросли Они очень хорошо Там размножаются Тем более Кстати, надо отметить За последнее время Сильных штормов Которые бы Так скажем Взбаламутили бы воду И, как скажем При этом Обогатили бы Её кислородом Не наблюдалось Не было Когда сильные шторма Тогда вроде бы Как бы вода Сильнее перемешивается Обогащается кислородом И тогда Всё вроде бы Гораздо лучше А сейчас нет И поэтому В общем-то Следующие предсказания О том Что к нам может Прийти Какая зараза Они уже не кажутся Столь фантастическими И дай бог Никому С этим Не сталкиваться Или Во всяком случае Нужно вести себя Максимально Отправо Иначе случится Как в песне поётся По улице Бродила Большая крокодила Она зелёная была Что делать Ввиду Того что Потепление Остановить пока Не получается Я так понимаю Что даже потепление На пару градусов Приводит к очень Странным изменениям Вообще В среде В экосистеме Какие Ну это же Потепление Понимаете Вот как опять Можно сказать Потепление На 2 градуса Это же не означает Что вот Тем было Вчера 26 А теперь У нас 28 Будет Нет Это просто Меняется Средняя Отметка Вот Но При этом Увеличивается Амплитуда И увеличивается Наш очень Интересным образом То есть А то Она становится Волна жары Все с ума сходят А потом Может быть Волна холода Тоже Как бы Непонятно А в среднем Посчитаешь Вроде бы Всего на 1 градус Что-то изменил Ситуация Очень неприятная Заметьте Сейчас вообще Во всей Западной Европе Вообще В Европе Это засух Уже За последние 5 лет Третья засух И Разговор То идет О том Что Что-то Нужно Вообще Делать С этим Вопросом И поэтому Кстати Европейцы Так и борются И Как сказать Топят За зеленую Энергетику Потому что Где-где В Европе Возникают Серьезные Проблемы И Они Конечно Не хотят Оказаться В ситуации Когда они Стопроцентно Зависят От ввоза Питания От получения Электроэнергии Или топлива Из-за рубежа Вот То есть Оказаться В положении Тех людей Которые Всем Все Должны Ладно Они что-то Продают А Европа Продает Много И хорошо Но Нельзя же Все равно Отказаться От Так называемой Энергетической Безопасности А Она Это Безопасность Ставит на глазах Потому что Ну Не растет Что называется Кокос Вот Проблем Даже Если Они Расти Будут Они Не решат Проблему Европы Ну Вот Поэтому Это Очень Серьезный Вопрос И Сейчас Вот Шутки Шутками Да Но Я еще раз Повторюсь Предупреждение Относительно Тех же Самых Слизней Сейчас Они Очень Серьезные Очень Серьезные Потому что Не нужно Вот Допустим Пойдет Ребенок Увидит Этого Здоровенную Толстую Сосиску 15 Сантиметров Которая Ползет Интересно Возьмет В ручки Ручки В рот А потом Выяснилось Что в этой Слизи Полный Набор Всевозможных Паразитов Вот Например Всевозможных Цепь Какие-то Цепки Есть Которых Я никогда В жизни Не слышал А выяснилось Что они Бешмало И опасны Для здоровья Особенно Для здоровья Поэтому Я хочу Сказать Что сейчас Конечно Есть Хорошие Дни Всем Хочется Быть На природе И если Вы увидите Эту заразу Если У вас Каблук Подымается Раздавить Гадину В таком Случае Не хватайте Ее руками И Речь Идет Как раз Таки О нашей Стране Латвии Эти самые Инвазивные Слизняки Теперь Это Понимаю Бездуль Улитки Потерявшие Дом Есть Слизни Хорошие Есть Хорошие Слизень Он Именно Как Кирпич Вот Такого Цвета Коричневого Равномерного Окраса Большая Сосиска Вот Например У Наши Так Скажем Местные Туземные Слизняки Они Пятнистые Они Меньше Гораздо То есть Всех Подряд Тоже Под одну Гребенку Брать Не надо Но Лучше Если Вы В чем Сомневаетесь Не берите То Что Вы Не Знаете Это Как С Если Что-то Увидели Такое Подозрительное То Никогда Не Видели А Может Быть Не Стоит Его Прать Касаться И Любопытствовать Потому Что Вы Не Знаете Что Это Такое За Существо Вот Как раз Сейчас Мы Прихли В ту Ситуацию Когда Даже Наш Собственный Лес Может Для Нас Оказаться Местом Великих Загадок Вот Вот О чем В общем Будьте Внимательны Действительно Дни Кстати Говоря Синоптики Пересказывают Что это Последние Деньки Теплые Там Начинаются Дожди И Тем Не Менее Если Отправляетесь На Природу Будьте Внимательны Контролируйте Чтобы Ваши Дети Самостоятельно Слизняков Руки Не Брать Желательно Спасибо Будем Надеяться Что Не Очень Страшную Историю Сегодня Нам Рассказал Константин Рангс Морской Ёлок Журналист Пишущая Науки Ну В любом Случа За Разъяснение Ситуации В этом Плане Вам Огромнейшее Спасибо Константин И Всего Вам Доброго Будьте Здоровы Счастливо 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 Счастливо